друзья привет вытащила я себя все-таки на улицу стало рано сегодня и вот мучилась идти не идти потом думаю да вставай ленивая задница и иди уже искала оправдание сидела до завтра пойду да ладно вот это сделать на найти делов то сразу что у меня накопилось целая куча короче разозлилась на себя и вытащила свое тело на прогулку 10 тысяч шагов так сообщаю новость я поправилась на 8 килограмм я вчера как стала на весы прилетела у меня даже вот тут все поправилось жиром заплыл и я чуть в обморок не упала когда увидела цифру то у меня никогда в жизни такой не было я сегодня утром встала но на два килограмма похудела знаете отечность все равно было ноги там как у слона но два килограмма это ничто и вот сейчас за неделю сажусь на свое питание достала свою волшебную книжку потому что это палочка-выручалочка все расписано все только вот так питаться и через две недели уже вообще будет шикарный результат ой это это кошмар в общем к 80 килограмм у меня стрелка подошла это был стресс для меня мощный ну реально смотрите все аж заплыло оделась сегодня ну вот так солнце потому что и стала походить на американского копа они же все тут в очках темных кепках потому что солнце постоянно думаю надо же как образ тут же поменялся стало похоже на копа вчера прекрасно долетела доехала 5 летела в самолете думаю ну это как такая махина взлетает там все там турбуленция была 1 3 на 4 и вот этот двигатель где он работает он висит его знаете колбасит я думаю господи да как он не отваливается как крыло нет не отваливается от такого ветра этого крыла конца не видно вот я сидела на крыле смотрела где она заканчивается нету конца у него такое но огромное самолет огромный доехала на автобусе до нашей станции выхожу смотрю рик стоит у машины я такая подхожу он не знаете что говорит привет меня зовут рик я так ржава это вообще а я не могу это он я он горит так столько не виделись что снова знакомиться надо знаете когда от на свидание приходишь и там люди представляются да он это так смешно и за мост звучало это вообще как закатилась приехала вчера легла в кроватку свою мягкую душ приняла и представляете вырубилась восемь часов так хорошо спала думал опять проснусь а ну я проснулась он на работу стал в четыре там что-то делал и я проснулась в пять так что так и получилось все и вот весь день впереди уже какие-то дева сделала сейчас на прогулку схожу 10 тысяч шагов нахожу вот видите я еще раз хочу сказать я ведь так по многу ходила вообще по пока меня здесь не было то и это вообще это мало помогает потому что я питалась усиленно все-таки питание это первое можно не ходить даже столько но главное питание урегулировать вот не есть столько и похудеется главное питание нагрузку уже второстепенно вообще пока я там в россии было тут были жуткие дожди просто каждый день шторм как они называют и все конечно ожива трава снегу полно на горах можно кататься потом все водой заполнено все на следующий год обеспечены а то каждый год объявляют экономьте воду в душе рик не в такие эти года говорит мойся не больше там пяти или семи минут воду надо экономить потому что в калифорнии воды нету все очень плохо вот в этом году полно и снег тоже зависит от дождей я как уезжаю в россию тут-то землетрясения то пожары жуткие то сейчас все тут дождем смывала все все и у кого дома на холмах они вот такие дожди вообще боятся потому что дом то может слезть с почвы почва становится подвижная размытая вот эти люди очень волнуются всегда вообще когда дома на ходом и дома дома на холмах красиво но беспокойно очень во-первых там пожары часто бывают задевают эти дома вот эти дожди слизь это начинает соскользать землетрясение эти домики тоже трясет не по-детски и там страховка помог гораздо больше чем вот такие обычные дома когда стоят видите у нас когда пожары были нас вот это все отделено эти не близко к холмам ли горит от специально горит еще вот так выбирал чтобы было подальше случае пожаров опять идет эта семья вот я как выхожу на прогулку они мне постоянно встречается постоянно я в 6 выдаю 6 встречается и 8 вы иду они мне 8 встречаются ну и понятно уже здороваться начинаешь но не так просто привет привет уже как-то по семейному я помню жила в россии в техникуме училась специально другую дорогу перешла чтоб не здороваться потому что я вам видео снимаю не охота отвлекаться и в техникум ходила утром всегда же к одному и тому же часу идешь на трамвай если время встречалась с мужчиной мы все время встречались на узкой тропинке вот протоптанная снежная тропинка была в одного человека и вот постоянно мы приходилось соскакивать с этой тропинки чтоб не место уступать и я не помню стали мы здороваться или не стали с ним уже просто смешно идешь и постоянно один тот же человек те навстречу на узкой дорожке потом со вторым мужем через мост ходили когда с пионерского поселка мы с ним идем под ручку всегда на работу тоже в один тот же час пока машины не было пешком-то ходили на трамвай и идем и всегда нам пара попадалась которая тоже всегда нам на встречу жила в этот в один и тот же час я помню с ними здороваться стали ну потому что каждый день одно и то же на протяжении нескольких лет вот и тут сейчас я хожу как люди в разное время выходят то бегает то просто идет меня их не встречаю каждый раз разные вот эта парочка на азиатка он американец вот они ходят утром почему-то все время мы с ними попадаемся пересекаемся удивительно я здесь еще выходила думаю два месяца мне не было наверное уж не ходят вот сейчас иду вам видео делаю нет идут азиатка Продолжение следует...